В нашем городе строится ледовая арена. И вот сейчас, когда уже как бы наружную коробку под крышу поставили, и что-то вот эта активная фаза, вы знаете, почему-то прекратилась. И вот я слышу разговоры, что вроде как или источника финансирования на этот год нет, или еще что-то, потому что я в цифры, в эти детали не вникаю, я просто душой болею за это заведение. Это уже забота цифры и деньги, это забота администрации городской, наша забота. А тут еще раз нам закинчет такая ситуация, я не знаю, как это мне сказать. Единственный стадион в городе, стадион «Шахтер», находится в аварийном состоянии, и там даже невозможно проводить какие-то соревнования. И разговаривая в администрации, мне дали понять, что даже не будем единственный лед заливать на стадионе в целях мира безопасности. То есть мальчишки вообще останутся без льда. Раз мы начали этот объект, мы его завершили. Другое дело, хочется быстро, быстро, чтобы уже в 2017 году сдать, может быть, в середине года, через год. Поручение соответствующее я дам правительству нашему, да, и Беляеву в том числе, Борисову, мэру вашему. Ну и будем держать на контроле. Я хочу сказать одно, что инициатива верная, и стройка будет завершена. Вот теперь по Кумертау, по самому Кумертау, мы планируем, вы знаете, формирование, ну скажем так, почти свободной экономической зоны, территории опережающего развития, с тем, чтобы бизнес развивался, с тем, чтобы налоговые льготы там были в городе. Уже хорошо продвинулись мы в этом вопросе, и я надеюсь, что вот осенью статус территории опережающего социально-экономического развития мы получим для Кумертау. Тогда возможно и увеличение налоговых поступлений, тогда второй очередью уже будем думать, как модернизировать, отремонтировать шахтеров. Важный тоже объект в центре города, место хорошее, вот, и, конечно же, эту работу тоже надо будет выполнить. Вот такое возьмем, соц. обязательства, как раньше говорили, да, до 2020 года, в 2017 году, в течение года ввести вот этот ледовый каток, или ледовый дворец, ну не ледовая арена, а ледовая арена, пускай, да, пускай так. А там до 2020 года привести в нормальное состояние стадион с тем, чтобы там и потихонечку и футбол надо возрождать, и легкую атлетику надо возрождать, и трибуны там должны быть, и городские праздники там проводить. Ну, то есть вот эту спортивную составляющую в жизни города надо восстанавливать. Конечно, городу очень сильно досталось во время перестройки, досталось в плохом смысле слова, да, и Башкиругль, и Искра, что у нас там еще, и МАП, и Пакумапу тоже там не все просто было, но сейчас вот чуть-чуть не выправляется ситуация, там новый директор, он мне докладывает о том, как развиваются дела, и, собственно, мы понимаем, что началась там работа более или менее приличная на Кумапе, вот, надо, конечно, приводить в порядок, приводить, достраивать и приводить в порядок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА